В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Джангирхана стартовал семинар. Работа поражает масштабом, поскольку участие в онлайн и офлайн форматах принимают не только вузы Казахстана, но также России и дальнего зарубежья. На мероприятие, которое посвящено совершенствованию послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего, побывала и наша съемочная группа. Принципиально новый подход к обучению докторантов и аспирантов предлагает в стенах Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Джангирхана. Впрочем, внедрение инноваций в учебный процесс основано на международном опыте. Например, пары по цифровизации в сельском хозяйстве — это вполне себе реально в ближайшем будущем, поскольку уже разработан соответствующий модуль. Об этом, в частности, рассказала представитель новосибирского вуза Любовь Шмидт. Скажите, у разработанных методик, которые сегодня будут озвучены, у них какое будущее? Мы считаем, что будущее у них большое, потому что та тематика исследований, которым модуль посвящен, он является на сегодня сквозным, прорывным. И мы надеемся, что наши докторанты в Казахстане и наши аспиранты в России смогут этот опыт перенять, принять и затем использовать в сельском хозяйстве и в своей научной деятельности. География участников семинара обширна. Помимо вузов Казахстана и России, в режиме онлайн к работе заседания подключились университеты Польши, Эстонии и Германии. Отличительная особенность в том, что мероприятие проходит в интерактивном формате. Это дает участникам лучшее понимание и практическое применение предложенных методик. Лекторы разные есть из-за рубежа — казахстанские и из России. Основная цель — это понимание методик, которые стабильно применяются в сфере агропромышленного комплекса. Стоит отметить, что семинар совершенствования послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего будет работать до 1 июля.